В Евангелиях описано три случая, когда Иисус вернул к жизни умершего. Рассказ о воскрешении Лазаря из Евангелия от Иоанна начинается со слов «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Сестры послали сказать Ему, Господи, вот кого Ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус не спешил в Вифанию, но пробыл еще два дня на том месте, где находился. Только после этого Он сказал ученикам, «Лазарь, друг наш, уснул, но Я иду разбудить его». Ученики, как это часто случается, не понимают подлинный смысл Его слов. «Господи, если уснул, то выздоровею», тогда Иисус говорит им прямо «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к Нему». Следующий акт драмы разворачивается у входа в селение, где жили Марфа и Мария. Лазаря к тому времени успели похоронить. Иисус подходит к Вифании. Там его встречает Марфа со словами, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа отвечает, «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус говорит, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она отвечает, «Так, Господи, я верую, что ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Марфа обращается к Иисусу со словами, в которых звучит интонация упрека, «Мы звали тебя, а ты не пришел». Женщина, тем не менее, надеется, что Иисус может помочь, поскольку его молитву слышит Бог. Она воспринимает его как посредника между людьми и Богом, хотя вряд ли предполагает, что он может вернуть к жизни умершего четыре дня назад брата. Иисус обещает, что брат воскреснет, но Марфа воспринимает его слова как указание на всеобщее воскресенье. Как и в других случаях, когда евангелисты отмечают колебания между верой и неверием, здесь мы видим пример веры горячей и эмоциональной, но несовершенной и нестабильной. Это женская вера, происходящая из тайной надежды на чудо, но не такая, о которой Иисус говорил ученикам. Это не вера, способная переставлять горы. В какой-то момент своей жизни Марфа уверовала в Иисуса. Она исповедует его Сыном Божиим. Однако она все еще не понимает, как эта вера может перерасти в реальное чудо. Марфа отправляется назад к сестре, а Иисус остается на месте и не входит в селение. Он по-прежнему не спешит, будто давая покойнику подольше полежать в гробу. Мария, прибежав к нему, падает к его ногам и произносит те же самые слова, что произнесла Марфа. Очевидно, обе сестры были уверены, что если бы Иисус пришел вовремя, не произошло бы то, что произошло. На этот раз Иисус ничего не отвечает. И здесь повествование как бы замедляется. Подобно режиссеру, сначала показывающему общий план, а потом неожиданно наводящему камеру на лицо главного персонажа, евангелист обращает внимание на эмоциональное состояние своего главного героя. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». И Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Душевное волнение, которое испытывает Иисус, становится явным для присутствующих. Одни как будто бы сочувствуют Ему, другие, наоборот, находят повод высказать упрек в том, что Он не пришел вовремя и не исцелил своего друга. Наконец наступает третий акт драмы, содержащий развязку всего действия, его кульминацию и логическое завершение. И Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. И Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел отче к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. И лицо его обвязано было платком. И Иисус говорил им, «Развяжите его, пусть идет». Вход в пещеру, где погребали умершего, закрывали камнем. Иисус велит отодвинуть камень от гроба Лазаря. Марфа, еще недавно выражавшая веру в то, что Иисус может получить от Бога все, чего не попросит, сейчас осторожно напоминает ему о том, что тело умершего уже начало издавать трупный запах, так как лежит в гробу четвертый день. Лазарь выходит из гроба, обвязанный погребальными пеленами. В Израиле тела умерших перед погребением заворачивали в полотнище, а голову оборачивали отдельным платом. Иисус приказывает развязать умершего, чтобы он мог свободно идти. История смерти и воскресения Лазаря является прологом к истории страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа. Лазарь пролежал в гробу четыре дня. Иисус воскреснет на третий день. Лазарь вышел из гроба, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, с платом на голове. После воскресения Иисуса в пустом гробе будут найдены погребальные пелены и отдельно лежавший плат. В то же время воскрешение Лазаря раскрывает Иисуса как реального земного человека, обладающего всей полнотой человеческого естества. Реализм и подробность, с какими поведениями Иисуса, Его душевное, эмоциональное состояние, описаны в этом рассказе, беспрецедентны для всего корпуса Евангелий. Редактор субтитров А.Семкин